Итак, друзья, всем привет! Начинаю это видео с гаражей. Я приехал в гаражи не случайно. Сейчас я приехал, чтобы достать свою коробку из-под материнской платы. Почему? Потому что я сегодня продаю свою материнку, и я продаю свой процессор и продаю свой кулер от стационарного компьютера. Приедет человек из другого города покупать у меня это всё, и мне нужно ему это всё продать в хорошем виде, поэтому я приехал за коробками. Коробку от материнки достану, коробку от кулера, но от процессора у меня коробки нет, потому что я его покупал в обычном исполнении ОЕМ, так называемый, не бокс. Поэтому вот от него коробки нет. И буду продавать. Почему буду продавать, это я вам всё сейчас объясню, сейчас вернусь домой и всё подробно расскажу. Всё, нашёл коробки, и даже вот нашёл такую коробку от старой материнки. Она у меня, кстати, зараза, сгорела. Вот это гигабайт, не покупайте такие материнки. Она у меня, короче, сгорела, проработала два или три года, не помню уже. А я её из Германии заказывал, поэтому уже по гарантии никак не мог отнести. Короче, вот я её сейчас выкину, эту коробку, потому что материнка уже тоже где-то на свалке. Всё, прощай, коробочка. Ну а вот, ребят, коробки, которые мне нужны. Первая коробка от материнки, брал её за 4300. И вторая коробка, это от кулера, от моего кулера Arctic Cooling. Стоил он сколько? Тут что-то не написано. Ну, по-моему, я его брал за 1700, если я не ошибаюсь. Вот такой вот кулер. Всё, еду домой. Итак, дорогие друзья, ну вот я и дома. Вы, наверное, меня спросите, Дима, а зачем ты вообще это всё затеял? Типа, у тебя и так мощный компьютер. И зачем тебе продавать сейчас процессор? Зачем тебе продавать материнку? Ребят, я вам скажу так. У меня мощный достаточно компьютер, но я хочу его проапгрейдить, чтобы он был ещё мощнее. Сейчас вот уже покупатель мне позвонил. Он уже скоро приедет. Мне сейчас нужно снять материнку. Мне нужно сейчас снять всё, что я продаю. Процессор. Кстати, кто не знает ещё характеристики моего компьютера, я вам сейчас их расскажу. Сейчас вот. Вот он, мой системник. Вот он, мой системник. Вот он, мой системник. Так, и сейчас буду его разбирать. Короче, процессор i7-7700. Я его продаю. Это процессор Intel 7-го поколения без индекса K. То есть он не под разгон. Четыре ядра, восемь потоков. Частота 3,6 базовая. Также я продаю материнку MSI на B250 чипсете. И также я продаю кулер. Внимание, это всё я продаю, эту связку за 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей. Ну, напишите, дорого, дёшево. В принципе, за эти же деньги я могу купить себе комплект какой? Я могу купить Ryzen 1700, восьмиядерный, 16-поточный. Материнку к нему и кулер. Могу сделать так. Могу купить Ryzen 2700, но он будет дороже. Могу дождаться новых Ryzen 3000 серии. Так, ребят, вот смотрите. Вот смотрите, сейчас мне нужно будет, короче, всё здесь отсоединить. Отсоединить видеокарту, отсоединить оперативу. Оперативу отсоединить. Оперативу я не продаю. Оператива мне ещё понадобится для следующей сборки. Это DDR4 оперативка HyperX Fury. Правда, частота у неё не очень большая. Что-то 2,133. Это самая маленькая частота у DDR4 памяти. Сейчас уже там есть и по 3000 частоты, но у меня вот 233. Короче, ладно, сейчас я это всё разберу и продолжу. Итак, ребят, ну вот и всё. Раздербанил я комп. Вот, собственно, что я продаю за 16 тысяч рублей. Материнка. Внутри там процессор стоит под кулером i7-7700. И вот такой вот кулер-вентилятор с вентилятором Arctic Cooling Freezer i11, по-моему. Ну, вот так вот. Два слота под оперативку здесь. Ну, такая обычная материнка. Ничего необычного. Вот. Всё остальное остаётся у меня. Блок питания, там SSD-шки, сам корпус. Вот эту рамку надо будет ему отдать ещё. Видюшка. Видюшка у меня остаётся со мной. Это Gigabyte 1050... Ой, чуть не уронил. 1050 Ti, плюс она ещё с заводским разгоном. Поэтому она с вот такой вот трубкой, чтобы охлаждать её хорошо. И с дополнительным питанием. Не у всех 1050 Ti есть дополнительное питание. Так как это разогнанная уже с завода, так что она с доп. питанием. Но она с двумя кулерами, достаточно такая тяжёленькая. Брал я её за 13К. Сейчас, конечно, они очень сильно подешевели. Сейчас уже за 13К можно взять какую-нибудь 10... Ой, какую-нибудь RX 580, там 570, который гораздо мощнее, чем вот эта штука. Но мне видюха не нужна, мне нужен именно процик. Мне нужен именно процик. Я хочу многоядерную сборку, чтобы было больше ядер, больше потоков. Так что как-то так, ребят. Сейчас я это всё красивенько упакую, протру от пыли. И всё, и на продажу. Итак, друзья, ну вот я и еду. Я встретился с покупателем. Всё, он там, ну, проверил, что это действительно i7-7700. Вот. Отдал мне деньги, 16 тысяч. Всё. Сейчас у меня стоит вопрос, что купить на замену. Я сейчас приеду домой, подумаю ещё. Пишите в комментах, что вы бы купили. У меня есть несколько вариантов. Либо купить Ryzen 7700, его можно заказать с Алика за 10 тысяч рублей, 8 ядер, 16 потоков. Либо взять более свежий Ryzen 2700, либо ждать выхода и ждать, когда появится в продаже Ryzen 3600 или 3700. Вот эта новая серия. Вроде обещают с 3 июля в мире начать продавать, но в России, скорее всего, только появятся они к августу или к сентябрю. Я могу сейчас пересидеть пока на своём ноутбуке. У меня мощный ноутбук. В принципе, могу подождать, когда начнутся продажи 3000 Ryzen. Но, с другой стороны, это новое поколение и, скорее всего, будут очень высокие цены. Может быть, логичнее не ждать, а взять, например, 1700 или 2700. Вот. Производительность. Ну, конечно, новые будут более производительные, но и цена будет дороже. Так что, ребят, вот такая вот у меня дилемма. Напишите в комментах, что бы взяли вы. Я не рассматриваю процессоры Intel, потому что я хочу 8 ядер. 8 ядер. А процессоры Intel 8-ядерные, они безумно дорогие. Там какой-нибудь i7-9700, он стоит очень дорого. И мне легче купить Ryzen. Для монтажа видео Ryzen мне пойдёт. Intel мне не нужен. В игры я не играю. Мне не нужен высокий FPS. Производительность на ядро мне тоже не нужна. Мне нужна производительность на все ядра. То есть, вы понимаете, чтобы было больше ядер, больше поток. Можно купить ещё Xeon. Xeon с Алика какие-нибудь, бушные Xeon там на 2011-м сокете. Но я этого тоже делать не хочу, потому что Xeon, ну, они уже тоже все старые, во-первых. И хочется что-то посовременнее, поновее, помощнее. Xeon, они хоть и дешёвые, да, я не спорю. Но под них надо покупать это Хуананджи материнки китайские. Тоже непонятно, какого качества они. Поэтому я немножко побаиваюсь. Брать Xeon из Китая, брать материнку из Китая. Я лучше возьму Ryzen из Китая. Здесь куплю материнку с гарантией. И всё, у меня будет хорошая связка. На этом всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Это вот такая вот главная новость сейчас у меня. Сейчас я буду сидеть на ноутбуке, который недавно купил. И буду апгрейдить в дальнейшем свой ПК. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментах, что мне купить. Всем удачи и всем пока.